друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно последние новости лёльки поберухи не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать о хорошей доброй веселой интересной комментарии ну что друзья мои чудо случилось в очередной раз молитвы лёлькиных хомяков спасли поберуху представляете какая сила у лёлькиных хомяков у их молитв да да вот обычно получается они у лёльки на стримах выпрашивают олечка отправь нам пожалуйста поцелуй на беременность отправь нам пожалуйста поцелуй на прибыль и так далее а тут друзья мои оказывается хомяки то у нас еще более способные у них еще больше всяких разных талантов нежели у лёльки и да действительно так оно и есть ведь это они лёльки на семейство содержат и лёльку и всех ее коров и всех ее быков и всех ее детей и всех ее мужей любовников и так далее плюс еще своей любовью и силой своей молитвы поднимает в очередной раз лёльку буквально с колен ну я надеюсь многие понимают что здесь все таки есть доля иронии и доля стёба да относительно состояния поберухи но мы уже привыкли с вами и для нас это не новость что поберуха на одном стриме льет слезы на другом веселиться собственно для нее это абсолютно нормальное явление да поэтому и до этого друзья мои лёлька нам показывала как они значит на лодках там катались веселились смеялись шашлычки жарили все было хорошо и прекрасно и даже отправились за 3 9 земель к подружке маши козлодоевой туда значит в гости отвезли туда козла да потом проведали фазенту грешани за 180 километров одну сторону 180 в другую лёлька там носилась как коза дереза собственно по городам и весям ну а потом вышла вышла в телегу и показала что все плохо она в больнице направление на узи почек но мы опять же для нас это не первая история когда мне пишут галя вывод вот да вот такое живот уже было понятное дело было я миллион раз это обсуждал но я же не могу в каждом своем ролике обсуждать абсолютно все что было при мне за три года того момента как я смотрю по беру правильно я же не могу каждый день говорить одно и то же одни и те же вещи одни и те же грубо говоря прописные истины может быть для кого-то это в новости да является новостью и так далее для тех людей которые смотрят ее только сейчас я вижу что на моем канале есть люди которые вообще ее смотрят недавно кто-то смотрит там полгода кто-то смотрит несколько месяцев ребят я смотрю ее на постоянной основе основе уже где-то года три с половиной поэтому я все прекрасно про нее знаю и как она себя ведет и что она себя представляет и для чего и что она делает и вот часто пишут вот это ради контента дело не в том что ради контента не ради контента она показывает что-то я освещаю этот момент как блогер обзорщик обзор это пересказ увиденного услышанного сдобренный мнением автора канала ни больше ни меньше так вот друзья мои короче лёлька вышла в лепешку и кричит что да спасибо вам большое ваши молитвы меня подняли буквально с колен мне говорит было так плохо несколько дней вообще говорит было очень плохо я говорит не спала я говорит переживала и вы говорит меня извините за то что я вас перепугал ребят представляете представляете да то есть и говорит ой я уже думала что все будет очень плохо что меня положат в больницу и мол прощай свободная жизнь привет привет больничная койка то есть а вот послушайте да вот она так говорит она не подумала о ребенке о том что там с ребенком с ее и как на ребенке скажется ее там состояние здоровья и ее нездоровье да какие-то моменты лечение и так далее она об этом даже близко не подумала нет ее больше всего волновало что прощай свободная жизнь да и привет койка это единственная друзья мои о чем переживает поберуха на данный момент это еще раз очень хорошо наглядно показывает что из себя представляет эта женщина что она законченная эгоистка и ей плевать на этого ребенка который находится у нее в утробе абсолютно плевать ей самое главное чтобы ее не положили в иначе тогда как она говорит прощай свободная жизнь вот она как раз таки и единственное что ценное для нее это то что она может везде сесть машину поехать уехать свалить свинтить от своих детей от проблем туда сюда куда угодно лишь бы только с детьми не проводить свое время причем ребят обратите внимание вот эту лепешку она записывала рассказывая про свое нездоровье да говорит простите извините что я вас перепугал ну собственно мы к этому уже привыкли да и лёлькины хомяки тоже должны были к этому моменту уже привыкнуть потому что нормальный человек сначала бы узнал что случилось да и что происходит у него в том числе и со здоровьем а потом мог бы уже каким-то образом дать знать своим зрителям и сказать что либо сейчас я выпускать ролики не буду да если он не хочет рассказывать о состоянии своего здоровья о том где он находится там в больнице или дома лежит и так далее это либо если посчитает нужным блогер может сказать что я сейчас нахожусь в больнице ситуация такая-то такая-то зачем говорить раньше времени всякий раз но я понимаю прекрасно опять же зачем ради контента ради просмотра ради того чтобы хомяки начали за нее переживать и вот знаете все это было сказано с такой улыбочкой на лице вы меня извините когда человек говорит о том что ему так плохо он несколько дней чувствовал себя ужасно и не спал но улыбаться ты точно в этот момент не будешь раз тебе плохо когда человеку плохо человек не будет улыбаться как идиот когда у него что-то болит ну тут честно не до улыбок да то есть и и зачем улыбаться если тебе в этот момент не очень хорошо какой смысл лицемерить пускать пыль в глаза и делать вид что у тебя все хорошо прекрасно да там у человека что-то болит а он будет гоготать далее друзья мои лёлька рассказывать продолжает продолжает да свою вот эту историю свои сказочки про белого бычка мол завтра придут анализы и говорит вы говорит узнаем насколько все плохо или говорит возможно все очень даже хорошо знаете мне эта ситуация сразу напомнила помните перед новым годом лёлька тоже там кричала все ложусь в больницу будет операция у меня там все очень плохо ревела тоже в телеге выкладывала вот эти вот всякие лепешки рассказывала как ей все плохо 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 потом буквально там на следующий день смеялась гоготала а все хорошо а ничего не подтвердилось а все замечательно и так далее живем дальше в общем все как обычно все как всегда по одному и тому же заезженному сценарию ну вот в очередной расскажу с фантазией у лёльки очень плохо у козлодоева наверное еще хуже потому что они используют одни и те же приемы которые мы с вами за эти несколько лет ребят уже изучили вдоль и поперек вот по идее хочется сказать да какого черта ты тогда вообще об этом говоришь если вот когда придут вот тогда бы и поговорила а то еще ничего не известно ни туда ни сюда да а тут вот придут и так далее ребят просто возможно это плановое обследование вот все может быть о чем я и сказала в своем предыдущем обзоре то есть тут вариантов может быть масса но в любом случае можно погадать конечно можно предположить да а что там на самом деле знает поберуха и члены ее семьи но в любом случае как всегда говорю поживем увидим что будет дальше далее лёлька рассказывает о том что я так счастлива так счастлива что говорит мой говорит вот этот вот ролик на канале деревенский дневник посмотрела такое количество зрителей представляете ребят то есть для нее сейчас в этот момент да вот по идее она не знает она не знает какие там результаты как вот она говорит, да, если ее слушать, если обсуждать то, что она говорит. Она не знает, какие придут результаты, да, что там будет, что там не будет, значит. Вот, ну, нормальная бы женщина, находясь в положении, будучи беременной, нормальная, да, понятно, это к Лельке не имеет никакого отношения, но нормальная бы переживала, опять же, за себя и за своего ребенка. И никто бы там не стал переживать за ролик. Ну и что, ребят? Это такая фигня, от нас порой ничего не зависит, да. Да, проранжировал YouTube все хорошие просмотры. Не проранжировал не очень хорошие просмотры. Это все все прекрасно понимают. На этом жизнь никогда не заканчивается. Это вообще полнейшая фигня. То есть, когда вот, да, на чаше весов стоит ролик и его просмотры, и жизни, здоровье твоего будущего ребенка, вот здесь действительно, ну, нормальный человек выберет, конечно же, ребенка и все, что связано с ним. Ну, Леля выбирает всегда контент, денежки, YouTube и все на свете. Далее, благодарит, друзья мои, в очередной раз. Да, в очередной раз. И вчера благодарила, и сегодня благодарит зрителей за то, что приобрели Лельке и Гришане арматуру, за то, что приобрели цемент. Говорит, еще даже две тысячи осталось. Леля, не верю. Мне кажется, эти две тысячи ты уже спустила себе на какие-нибудь конфеты, на какие-нибудь там, я не знаю, еще на что-нибудь, какие-то вкусняшки, которые сожрала опять в одну харю, пока, собственно, ехала как раз-таки с УЗИ и вот со всех своих вот этих вот, это значит, моментов, да. Ну, я так думаю, чтобы себя успокоить, там пишут, писали вчера многие зрители, вот она жрет все, что не попадя и так далее. Ребят, она всегда жрала, жрет и всегда будет жрать. Даже когда она рассказывает о том, что я стараюсь там держать сахар в норме, я стараюсь там себя в чем-то ограничивать, я лично не вижу, чтобы она себя в чем-то ограничивала. Вот не вижу. Может быть, у нее какие-то такие разовые моменты были, когда вот что-то там происходило, да, но это были какие-то разовые моменты, то есть у нее нет понятия системности. Ни в чем, да. Точно так же я не говорю про то, что надо сидеть на строжайшей диете. Нет, конечно, это ненормально, нереально, потому что ты будешь сидеть неделю, ты будешь сидеть две недели, ты будешь сидеть три недели, потом просто тупо организм даст какой-то сбой, да, у тебя произойдет вот этот вот переклин, захочется чего-то, и все, и понеслась душа в рай. Наоборот, надо иногда там, даже если сидишь на диете на какой-то, да, раз в неделю что-то себе такое позволять, какой-то такой день, когда ты позволяешь себе все, ну, в пределах разумного. Но я говорю о том, что вообще что-то как-то вот надо как-то понимать, что тебе что-то есть нельзя, да, но нельзя жрать сало целыми днями в огромных количествах. Сало полезный продукт, полезен он для женщин в особенности, да, Джесси, господи, вот, но дело в том, что тут тоже его надо есть достаточно маленькое количество, а не жрать, как это нарубит, как будто топором это сало, да, и жрет там, запихивается в себя там с хлебом, и без хлеба, и вообще не представляю, как она все это сжирает, потом еще и сладкое сверху. Ну, в общем, Лелька показала, как Гриха пошел на улицу, говорит, пошел работать лазером, лазером там уже, говорит, все отмечает, где что будет, там, значит, какие границы коровника, Лелька уже прыгает практически до потолка, довольная, ой, ура, ура, у нас скоро будет коровник, и, значит, на ночь глядя уже, ну, у них уже стемнело, она идет к Гришане, туда как раз-таки к коровнику, и говорит, оделась потеплее, ну, типа, типа нам рассказывает, что она на сей раз оделась потеплее, Лель, а что ты так? А надо было, а надо было не одеваться потеплее, а чего ты? Оделась бы опять как-нибудь по-легкому, да, уж, что тебе, как говорится, не привыкать? Ты зимой в тапочках ходила, когда было снега, по самые эти, да, полным-полно везде лежала, она в тапках бегала и в спортивном костюме, а теперь, друзья мои, когда, знаете, уже, как говорится, да, когда почки отпали, поздно пить боржоми, когда почки отпали, вот так же и у поберуха, а теперь, когда проблемы начались, если они действительно начались, может быть, там ничего не началось, может быть, это просто плановый, опять же, осмотр, может быть, еще что-то, да, мы, ну, не знаю, ну, теперь Лёля показывает, что да-да, сейчас-то она как раз-таки приоделась и так далее. Ну, а Гришка, друзья мои, опять, опять включил такого, знаете, делового. Хозяин тайги, такой замечательный весь из себя, такой весь крутой, такой деловой, Гришаня может себе позволить, за чужой счет, Гришка, я смотрю, точно такой же, тоже, знаете, скромность, это явно не его конек, как и у поберухи, да, то есть они из тех людей, которые сидят с протянутой рукой, берут чужие деньги на все свои хотелки и так далее, несмотря на то, что являются взрослыми людьми, да, что делает взрослый человек? А вообще взрослый человек, тот человек, который прекрасно понимает, что жить надо посредством. Взрослый человек, если что-то хочет приобрести, да, денег на это не хватает, зарплаты на это не хватает, чтобы сразу купить, либо человек начинает копить денежки, чтобы что-то приобрести, либо идет и берет это что-то в кредит, ну, допустим, грубо говоря, да. А здесь такое впечатление, что, знаете, встретились два подростка, два таких неразумных подростка, вот специально делаю акцент, потому что подростки подросткам рознь. Есть такие дети, вот некоторые, да, да, я имею в виду подростки, есть такие грамотные, такие мудрые, такие вот прямо вот посмотришь на них и думаешь, да, действительно, вот родители многое вложили в этих детей. А здесь вот смотришь, такие, знаете, неразумные дети, неразумные подростки, которые вот настолько инфантильные и живут какими-то, я хочу, я загорелась, я хочу. А то, что у тебя денег на это нет, да, или есть, или ты их решила приберечь и спрятать, у Поберухи есть деньги, но эти деньги не для того, чтобы она их тратила, она же говорит, мои деньги, это мои деньги, а вот деньги хомяков, это наши общие деньги. Вот, короче, они теперь с Гришей и, друзья мои, изображают из себя таких великих хозяйственников, великих, знаете, молодцов, да, которые такие молодцы, ну, круто быть молодцом, когда тебе денег дали, а ты удовлетворяешь свои определенные хотелки. В общем, да, в конце ролика опять Люлька понеслась целоваться с Гришей, вот эти устраивать показательные выступления, но нам повезло, ребят, на сей раз хотя бы не в засос и на том, как говорится, спасибо. Друзья, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok